В региональной службе коммуникации состоялся брифинг с участием представителей и председателей неправительственных организаций. Они рассказали о проделанной работе в прошлом году и достигнутых результатах, а также поделились планами на перспективу. На учете Жамбулского областного совета ветеранов состоит 110 478 пенсионеров всех категорий, включая участников Великой Отечественной войны, инвалидов, тружеников тыла, вдов погибших воинов. Общее количество пенсионеров в регионе составляет 130 401. Они не остаются без внимания со стороны органов социальной защиты и ветеранских организаций региона, отметил председатель совета ветеранов области Еркинбек Султыбая. В прошлом году были обследованы условия жизни 25 790 пенсионеров, по результатам которых направлено 6 850 пенсионеров на санаторно-курортное лечение. В 85 спортивных мероприятиях участвовало 2394 ветеранов. Большое внимание уделяется художественной самодеятельности ветеранов. Так, в области имеется 68 коллективов художественной самодеятельности. Они все участвуют в торжественных мероприятиях на днях города и многих других мероприятиях. Ассоциации деловых женщин региона в прошлом году реализована свыше 30 мероприятий. Так, в августе реализован проект «ЖАСОТБАСС» – информационный курс, направленный на улучшение качества жизни молодых супружеских пар с проведением консультации юриста-психолога. Проведена акция «Отбасындахазорлокзумблкажолжок» с выездом в районы области мобильных групп, члены которых разъяснили местному населению эффективные методы борьбы с бытовым насилием. К дню отца был проведен семейный марафон «Энтамага Жарасхан от ПАСЭ». Для укрепления семей и пропаганды крепких семейных отношений в связи организован онлайн-конкурс «Аклши-лине» и «Набаты-келен». Семейный праздник «Мама-фест» – общий призовой фонд. Мероприятие составило 750 тысяч тенге. Дополнительные для поощрительных призов были привлечены средства АДЖ Жамбульской области. Председатель объединения юридических лиц Ассоциация некоммерческих организаций Айнур Заурбекова рассказала о проекте, направленном на защиту животных, который был успешно реализован, а также о проведении различных конкурсов. Иные мероприятия, которые мы инициировали впервые в прошлом году, это был стадий тур, когда мы выбрали наиболее успешное МПО – это фонд «Амазонка». Они защищают и оказывают помощь хосписа онкологическим пациентам. Проект, который был также реализован нами, он называется, как я уже сказала, гражданский ресурсный центр. Целевая аудитория гражданского ресурсного центра – это инициативные группы, гражданские активисты и неправительственные организации Жамбульской области. Также на брифинге выступил член общественного объединения Адалхогам Марат Дауленов. Он рассказал собравшимся о мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. Всего было организовано 320 мероприятий с охватом 20 тысяч человек. Проведено 37 акций, 6 конкурсов, областной форум. В частности, конкурс «Парасад Туатбаса» прошел в 10 районах и городе Тарази, по итогам которого были отобраны 11 победителей. Ринай Рахматуллин, Галамжан Исинбаев, Айконак Парад.